Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Сергей Афонин проинспектировал ремонтные работы в парке имени Гагарина. Его сопровождал глава администрации Кубертау Борис Беляев, который рассказал министру о планах и обозначил проблемы. Парк культуры и отдыха имени Гагарина ждет второе рождение. А пока здесь идут работы по реконструкции. Напомним, комплексное благоустройство территории началось осенью прошлого года. Работы ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Дизайн нового парка разработан консалтинговым бюро «Стрелка». Что на сегодня сделано и что осталось, это увидел в ходе рабочего визита в Кумертал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Афонин. В ходе встречи были обозначены и проблемы, в том числе и изношенность аттракционов. Их обновление в проект не входит. Им уже больше 35 лет всем аттракционам. Их уже эксплуатировали. Они свое выработали. Что касается реализации проекта, выполнена планировка территории. В центральной части парка уложена тротуарная плитка, установлены современные опоры освещения, разбиты новые дорожки, строится сцена. В этом году благоустройство общественного пространства продолжено. В интервью глава администрации города Борис Беляев отметил, что все работы идут по графику. «Сегодня мы работаем по реконструкции парка в плановом режиме. Средства, которые выделены на парк в этом году, они осваиваются. Прошли необходимые все процедуры по аукциону. И теперь мы видим, что определенный вид работ будет сделать в этом году. Ну и основная масса – мощение плитки, плюс немного процентов 30 освещения на следующий год. И мы сегодня работаем над тем, чтобы найти возможность приобрести нам новые аттракционы. Эта задача сложная. Мы сегодня работаем и в программах федерального бюджета, работаем с республикой. И, конечно же, пытаемся заинтересовать малый и средний бизнес, для того, чтобы они вкладывали средства в наш городской парк». Министры жилищно-коммунального хозяйства Сергей Афонин и глава города Борис Беляев обсудили дизайнерские решения, качество работ и сроки сдачи объекта. Следующим в плане обновления обозначен стадион. «В целом подход правильный. Ну и сегодня для себя я, в общем-то, сделал, что нам надо вот с этим вопросом, касающимся реализации проекта по парку, на следующий год закончить. Мы посмотрели, где порядка 23 миллионов еще надо. Этим мы займемся. Я попросил, чтобы мне подготовили письмо. Вот все то, что касается реализации, Борис Владимирович уже выше сказал, что все в плановом порядке идет. По качеству я таких явных не увидел, но я думаю, что мы еще не раз посмотрим эти вопросы. Я думаю, что кто исполняет этот проект, понимает, что мы здесь не дадим некачественно работать. Ну и немножко шире поглядели всю эту зону, которая так вот хорошо сложилась. Нам надо обязательно стадион вписать в часть. Это уже по отдельной программе. Мы будем вместе с городом заниматься этим вопросом. И я думаю, что я постараюсь помочь, чтобы нам в ближайшие годы, вот после реализации проекта «Ледовая арена», который мы в этом году завершим, нам надо переходить на стадион. Борис Беляев рассказал министру жилищно-коммунального хозяйства и о проекте по строительству лыжероллерной трассы. На сегодня здесь произведена отсыпка дорожек, благоустроена тропа здоровья. Комплекс также будет включать спортивные здания и гостиницу. Цель всей работы – создание комфортной среды и развитой инфраструктуры. Айгуль Мухаммедшина, Ярослав Кондратьев. Новости. Накануне кумертауские огнеборцы ликвидировали пожар по улице Вокзальной. Сгорели придомовые постройки, однако пожарным удалось спасти от огня сам жилой дом. Подробнее расскажет наш корреспондент. 17 мая в 19.20 в Кумертау произошел пожар. На улице Вокзальной горели хозяйственные постройки, пристроенные к жилому дому. На момент прибытия первого подразделения на месте пожара складывается следующая обстановка. Открытым пламенем горят хозпостройки на площади 240 квадратных метров, пристроенных к дому. От высокой температуры начинается тлеть кровля. Есть угроза распространения на дом. Вокруг дома образовалось плотное задымление. По словам хозяинов, людей в доме нет. В связи с этим РТП поднял ранг пожара до 1 бис. Принято следующее решение. Звеном ГДЗС подать ствол на тушение горящего хозпростроя 9 на 10, прилегающего к дому. Тем самым не дать огню распространиться на дом. Звеном ГДЗС подать ствол на проливку чердака, так как к этому моменту крыша начала воспламеняться. Технику запитать водой от ближайшего пожарного гидранта. Благодаря быстрым и решительным действиям дом удалось отстоять. К счастью, в пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неисправность электропроводки. Депутаты Госдумы одобрили разработку законопроекта 22-й кнопки. Ранее эксперты Народного фронта разработали и представили депутатам соответствующий проект. Он предполагает закрепление 22-й кнопки в сетях кабельных операторов за муниципальными каналами. Напомню, что с просьбой обсудить этот вопрос Народный фронт обратилась Ассоциация городских телерадиообещателей, созданная в Уфе летом 2017 года. В составе этой организации с первых дней ее существования находится и телекомпания «Арис». О лоббировании законопроекта от 22-й кнопки расскажут наши коллеги с телеканала «Вся Уфа». Экспертно-консультативный совет по совершенствованию законодательства фракции «Единая Россия» в Государственной Думе собрал за одним столом руководителей крупных городских телеканалов страны, лидеров Общероссийского народного фронта, народных избранников, представителей региональных министерств и ведомств, а также генерального директора Национальной ассоциации телерадиообещателей. Основной темой обсуждения стала 22-я кнопка для муниципальных телеканалов. Они сейчас как никогда нуждаются в поддержке государства, поскольку процессуальные моменты перехода на цифровое вещание поставили их на грань выживания. Между тем, именно городское ТВ несет важную миссию информирования населения в крупных и малых населенных пунктах. «Это важная инициатива, и мы считаем, что государство обязано обеспечить доступ граждан к важной для них информации. У нас есть специальный закон в Государственной Думе об информировании граждан, где государство берет на себя обязательство информировать граждан о тех новостях, и своих действиях, которые она предпринимает в интересах граждан». Об этом говорили руководители городских телевизионных каналов страны, члены Ассоциации городских телерадиовещателей. «Мы на сегодняшний день видим просто информационную небезопасность страны». В течение года в разных регионах нашей страны, на разных площадках, в Общественной палате России, на Международном конгрессе НАТ, на круглых столах, организованных при поддержке Общероссийского народного фронта, на медиафорумах ОНФ 2017 и 2018 годов, шло активное обсуждение необходимости данного законопроекта. И вот теперь состоялась встреча с законодателями из Государственной Думы. «У меня несколько уточняющих вопросов о том, что мы все-таки в споре рождается истина. Во-первых, здесь в поручении президента говорится для каждого муниципального образования». Встреча с экспертами дала возможность выработать основные фильтры для законопроекта, которые предлагают ввести понятие «обязательный общедоступный телеканал муниципального образования». «Действительно, есть практика Роспомонсора объявления конкурсов по городам, примерно 100+. Критерии, на которые обратили внимание законодатели, позволят отсечь от участия в конкурсе развлекательные медиа и сделать акцент на освещении общественно-политической жизни городов страны». «Сегодня в тексте того законопроекта, который обсуждали, мы постарались выработать критерии, которые бы позволили нашим местным телеканалам именно информацию о жизни муниципалитетов доносить до наших жителей». А это, в свою очередь, решит вопрос информационной безопасности, как для регионов, так и для всей России в целом. «Ключевым критерием, безусловно, будет являться, на мой взгляд, это наличие той местной информации, которая, в первую очередь, волнует жителей. Я надеюсь, что вместе с сообществом удастся выработать такой оптимальный алгоритм и в законопроекте это найдет свое отражение». Напомним, что по итогам медиафорума ОНФ независимых региональных СМИ в Калининграде, лидер страны Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности закрепления 22-й кнопки в кабельных сетях за муниципальными каналами. И теперь, обсуждая возможность внесения законопроекта проекта на площадке Государственной Думы, представители муниципальных каналов смогли доказать необходимость этой инициативы. Депутаты поддержали законопроект ОНФ и приступили к работе. «По итогам сегодняшнего мероприятия мы направим текст законопроекта, где будут изложены наши видения, видения местных телеканалов, профессионального сообщества, представителей регионов, которые тоже должны участвовать в разработке данной инициативы. Эти критерии отбора этих телеканалов и механизма предоставления телеканала 22-й кнопки на телевизионном пульте мы предоставим в Минкомсвязи и в администрацию президента». Наталья Ярина, Алина Суриманова при поддержке пресс-службы Центрального штаба ОНФ. Столичные новости. Москва. В Кумертау состоялся ставший уже традиционным КВН на башкирском языке под названием «Шаяниум-2018». Конкурс проводится уже в пятый раз. В этом году в нем приняли участие три команды. «Весеннее настроение» и «Много шуток» подарили зрителям веселые и находчивые ребята игры КВН «Шаяниум». В этом году соревновались между собой самые сильные и стойкие команды. Их всего три. Несмотря на это, участники сумели создать праздничную атмосферу. На сцене Башкирской республиканской гимназии команды БРГИ номер три, РПЛИ и Кумертауского педагогического колледжа состязались в трех конкурсах. Это визитка, разминка и музыкальный номер. Игра посвящена году добровольца и волонтера, объявленному в Республике году семьи и юбилею города Кумертау. Кроме этого, участники затронули многие другие сферы – от дорог до политики. Строгое жюри оценивало умение передать тематику через шутки, актерское мастерство команд и юмор, а также то, насколько выступление команд соответствовало формату игры. Немаловажно, в выступлениях была оригинальность сцены. Шутки были на самые актуальные темы – про известных людей, школу, современную жизнь. Членам жюри предстояло выявить победителей в номинациях «Лучшая женская роль», «Пред зрительских симпатий» и «Лучший юмор». По словам членов жюри, участие команды – это уже достижение, но количество команд оставляет желать лучшего. Команды очень хорошие, хорошие шутки у всех, актуальное все. Очень весело, интересно. Я думаю, что наиболее сильная из команд – это команда ВРГИ. Очень хорошо подготовленная, очень хорошие шутки, веселые, современные и выбрана актуальная тематика. В составе экспертной комиссии опытный КВНщик Айнур Кадимов. Как признался в интервью Айнур, участвовать в игре «Шаяниум» легче, чем судить выступление. Мне очень понравилось, так как я сам играл в КВН. Мне очень понравилась игра команд. Впервые видел Пит-колледж, очень весело играли. Мне также понравился ВРГИ и РПЛИ. Особенно видел маленьких участников, которые с харизмой такой, с юмором сыграли свои роли. Мне очень радостно, что Башкирский КВН продвигается по своей юмористической лестнице, как мы видим и в Уфе, и на российском уровне наша команда играет. А мне очень также радостно за наш кумертал. Что касается участников, у всех отличное настроение. Ребята говорят, что весело провели время, нашли новых друзей. В целом, такие мероприятия нужны. Не только для общения, но и для сохранения развития башкирской культуры и башкирского языка, говорят молодые люди. Приняли решение, чтобы участвовать, потому что это как бы и опыт нам набирается, чтобы повеселиться, познакомиться с людьми, с детьми, получается. Вот, для себя. Я сегодня принимаю первый раз, потому что я поступила сюда, ну, в первый курс. Мне сказали принимать участие. Вот, я решилась. Ну, эмоции – это, ну, классно. Очень смешно было. По итогам игры с Шаянием на втором месте команда Кумертаусского педагогического колледжа. На первом месте учащиеся РПЛИ. Гран-при завоевали отличные ребята из БРГИ номер три. Лучшую женскую роль исполнила Рената Якупова. Приз зрительских симпатий завоевал Айнор Хусаинов. Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.